Приветствую, друзья. Российский народ отравлен ненавистью. Больных пока не так много, но зараза распространяется. Вот житель Москвы предлагает выслать всех евреев из России. Их нужно выселять сейчас всех евреев из России? Всех. Что вам лично сделали евреи? Что мне сделали лично? По телевизору посмотрите вообще. Я знаю, что они сделали. Но я не хочу об этом говорить. Вообще, типа, вообще, евреи делают очень плохие вещи. Очень плохие. Какие? Ну, плохие. А московские же полицейские задерживают парня из Владикавказа со словами «Чего вы сюда понаехали?» и избивают его на глазах беременной жены. Двое гаишников в Екатеринбурге наблюдают за тем, как у них на глазах убивают аспиранта Уральского университета из Габона. Наблюдают, но не вмешиваются и смеются. Да на, разогнать. Да не на ничью разгонять. Чуть-чуть, не наша проблема. А то че... А, негры там? Негры? Это негры же. А негры, нигры. Час подбежит. Не смотри на него, просто сиди здесь. Ну че? А это этот бежит, который, да? Да. Ну что, твой? Все равно подъехать надо, жалобой. Потом, езжай, б***ь. Нас обернут опять. Примеры того, как взращенная ненависть прорывается наружу, можно приводить очень долго. Причем в каждом конкретном случае это будет даже как-то невыгодно власти. Пропаганда ведь не ставила целью еврейские погромы, не ставила целью дискриминацию выходцев с Кавказа или жестокое убийство аспиранта из Габона. Но вы 10 лет из каждого утюга называете украинцев, наших соседей и родственников 30 миллионов россиян, нацистами и бандеровцами. Вы восхваляете территориальную агрессию и военные преступления. Вы восхищаетесь возможностью России уничтожить весь мир. А значит и погромы, и убийства национальной почве, и национальная рознь – это просто неизбежное будущее. Нельзя растить в народе ненависть и надеяться, что она останется в строго заданных геополитических рамках. Мы не хотим жить по соседству с евреями. Мы не хотим, чтобы через несколько десятков лет было то же самое, что и на Палестине. Мы не хотим. Мы против. Когда вы уничтожаете все альтернативные голоса и десятилетиями накачиваете людей ненавистью к украинцам, американцам, геям, либералам, противникам войны, а теперь по хорошей фашистской традиции к евреям, когда вы расчеловечиваете придуманных вами врагов, то за все это приходится платить. Потому что ненависть не работает только в одну сторону. И не исключено, что погром в Дагестане покажется цветочками на фоне грядущих событий. Многих потрясли кадры идиотского погрома в Дагестане. Потрясли размахом, ожесточенностью и в то же время абсолютной нелепостью. В чем, собственно, нелепость? Погромщики искали в прилетающих самолетах евреев, которые прилетели из Израиля захватывать и обживать дагестанскую землю. 20 евреев на борту самолета решили захватить Дагестан. Это даже для Соловьева с Киселевым несколько слишком. Погромщики в это искренне верили и искали захватчиков даже в таких экзотических местах, как турбина самолета. Недаром в соцсетях появилось столько мемов по итогам событий в аэропорту Мухачкалы. Весь Северный Кавказ и Дагестан, в частности, очень плотно инфильтрован сотрудниками спецслужб. Алексей Семенович, защитник вы наш конституционного строя. Ваших сотрудников там как блох на бродячем барбосе. Такого масштаба акция не могла пройти мимо них. Они, конечно же, были в курсе. И раз погром в аэропорту случился, значит, вы ему помогли или позволили случиться. Он, очевидно, был организован, хотя мы пока не понимаем до конца кем и зачем. Но организации и попустительства спецслужб было недостаточно, чтобы массовый погром состоялся. Организаторы и вовремя уснувшие ФСБшники – это условие важное, но недостаточное. Без пороха, то есть без готовности людей участвовать в погроме ничего не случится. Как и почему сотни дагестанских парней были готовы откликнуться на совершенно абсурдный призыв защитить республику от захвата евреями? У меня есть ответ на этот вопрос. Их подготовила многолетняя пропаганда ненависти, на которой построен путинский режим. Совсем недавно спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать в России Министерство счастья. Ну, то есть для начала принять закон о всеобщем счастье, а потом сделать Министерство, у которого будут полномочия проверять все законы на наличие там нужного количества счастья. Это, конечно, невероятный кринж, но это еще и прямое цитирование знаменитого романа «1984». В антиутопии Джорджа Оргала Министерство счастья или любви занималось пытками и борьбой с инакомыслием, а Министерство мира отвечало за бесконечную войну. А еще у Орлова было Министерство правды, которое занималось бесконечной, насквозь лживой пропагандой. И такое министерство у путинского режима тоже есть. В лживой пропаганде кремлевские деятели достигли по-настоящему орловских высот. Путин вообще не стесняется утверждать, что война против Украины началась потому, что на Россию напали, а не наоборот. Перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись? Нет, к сожалению, это было нельзя сделать. Почему? Потому что на нас уже напали. Телеведущий Дмитрий Киселев на голубом глазу рассказывает, что в российской журналистике самая большая степень свободы в мире. Слава богу, российская журналистика свободна. У нее, наверное, самый большой диапазон свободы в мире. Главред «Раштудэй» Маргарита Симонян через полтора с лишним года после начала путинского блицкрига в Украине говорит, что все идет по плану. Надо что-то сказать про слово, а я не буду ничего говорить про слово. Я про слово вам просто песенку спою, хоть петь я не умею. Все идет по плану. Умните, современники моего отрочества и детства. Чем это отличается от хрестоматийных «война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила?» Да ничем, впрочем, Мизулина прямо так и говорит. Запрет – это как раз и есть там, где человек свободен. Потому что он говорит, это нельзя, а все остальное как хочешь. По идее, главная задача путинской пропаганды – это 24 часа в день рассказывать россиянам, какой Владимир Владимирович замечательный, мудрый вождь. Как много и самоотверженно он трудится на благо страны и как заботится о гражданах. Этого контента действительно много на федеральных каналах. Будем честными, Россия без Путина еще не жизнеспособна. Однако уже достаточно давно основным содержанием пропаганды стало разжигание ненависти и розни. Россиянам предлагают ненавидеть Запад, Америку, НАТО. Посмотрите на искаженные ненавистью, лишенные интеллекта, морды британской, немецкой власти. Посмотрите на мелкого беса Макрона. Они же лжецы. Ненавидеть также нужно оппозиционеров, активистов. Они же не могут жить с пониманием, что они подонки. Поэтому они живут в понимании, что мы пытаемся сделать Россию лучше. А вот все эти люди, они против России. А мы как раз просто пытаемся освободить народ России, чтобы вернуть святые 90-е. Потому что по статье 275-е, сколько из людей, которые были во власти в 90-е, должны были бы пойти. Всех не согласных с властью. И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президента, а это именно тот показатель сплочения, которое есть на сегодня, что вся вот эта вот гниль, которая осталась, она должна быть, ну если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. Ненавидеть надо грузин. И пока русские бегут в Грузию, грузины, националисты, русских и все русское пытаются отменить. Литовцев, латышей, эстонцев, поляков. Элиты Эстонии, Латвии и Литвы понимают, что если все-таки дело закончится конфликтом, если они спровоцируют Россию или не только Россию, а какую-то коалицию, то им придется таки висеть, ну ввиду отсутствия Садового кольца, ну по каким-то другим географическим топонимам. Ну в парке где-нибудь. Отдельно ненавидеть надо англосаксов, хотя никто точно не знает, кто это такой. Мы видим новые провокации, мы видим вывод ненависти, взаиможелания уничтожения людей на некий новый уровень. И поэтому мне кажется, что перед нами как раз режиссура Запада, скажем англосаксов, можно называть эти вещи по-разному, которая призвана дать новые поводы для направления мировой политики в то русло, которое они считают для себя наиболее важным. А это как можно больше войны, как можно больше хаоса. Ну и конечно ненавидеть надо украинцев. Они по отношению к нам стали предателями, потому что они смотрят в НАТО. Вот когда нам говорят, ну как же мы с этим народом вместе воевали, Великую Отечественную войну, с каким таким народом? Вот этот вот народ, который сейчас собирается в НАТО, бегая туда за подачками, зная, что это наши враги, что они сами считают нас своими врагами, что они нацелены на наше ослабление, на сдерживание нас, и они теперь с ними. Это предатели. Украинцев надо ненавидеть особенно сильно. Ведь ни у кого не должно оставаться сомнений, что их можно убивать. Поэтому их надо расчеловечить. А для этого прилепить самые ужасные ярлыки, которые только есть в отечественной истории. Это нацист! Это нацист! Это нацист! Вот зачем пропаганда так старается взращивать в гражданах ненависть? Ответ на самом деле прост. Если говорить на чистоту, то зачем россиянам сам Путин, этот вот достаточно пожилой человек? Помните, как старый больной Борис Ельцин был вынужден в 1999 году оставить пост, потому что просто физически был не способен управлять страной. Так вот Путин сейчас уже на три года старше, чем Ельцин в 1999. Путин находится у власти уже почти четверть века. Дольше, чем Брежнев. И как минимум последние лет десять его не занимают такие скучные вещи, как развитие экономики или решение социальных проблем. Это может каждый почувствовать, просто заглянув в свой кошелек. Россияне сегодня беднее, чем были в 2013. Понятно, что никаких выборов в стране нет. Но даже в авторитарной диктатуре у вождя должна быть какая-то легитимность. Вот как получить легитимность надоевшему и уже очевидно некомпетентному лидеру? Переключить с себя негативные эмоции и обвинить во всех бедах кого-то еще. И пропаганда каждый день долбит россиянам. Во всем виноваты враги. Да, экономика не растет. Увеличение зарплаты и пенсии отстает от инфляции. Денег на лечение детей и расселение аварийного жилья нет. Но это из-за врагов. Ненавидеть надо их, а не власть. Путин подменяет социальные и политические причины массового недовольства ненавистью. Ненавистью к украинцам, мигрантам, противникам войны, евреям и так далее. То есть сеет рознь между людьми с единственной целью. Как можно дольше оставаться у власти и сохранять свой преступный режим. Тактически это, конечно, работает. Но если посмотреть в долгую, то последствия будут катастрофическими. Пропаганда ненависти дает свои плоды. На канале у Соловьева позволено объявлять сбор денег на убийство оппозиционеров. В главе следкома Бастрыкину можно разжигать не только национальную, но уже и межрегиональную ненависть. Просто возмутительно. Вот то, что я вижу абсолютно по Ленинграду, когда касается Азии, я не могу быть равнодушно. Потому что точно понаехали. Просто понаехали. То азиаты поджимают, то киргизы, то калжики. Еще вот краснодарцы понаехали. Вот тогда возвращается обратно. Люди считывают, что такое поведение социально одобряемое, начинают руководствоваться такими примерами. Посеянная ненависть даст плоды. Уже дает. Как мы видим на примере Дагестана. И когда власть столкнется с маломальски серьезным кризисом, все это выльется в настоящее потрясение. Похоже, Путин и его преступная группа умышленно, или сами того не понимая, ведут страну к распаду. Долой народцев из Питера. Долой народцев с Кавказа. Из Якутии. С Урала. Потом спор из-за давно забытых административных границ. Потом защита соотечественников и ответ на эту защиту. А теперь ищем, кому это выгодно. И понимаем, кто на самом деле, чей агент. Подумайте над этим. Счастливо вам. Не давайте пропаганде отравить вас ненавистью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!